Я у нее уже училась, сдала экзамены и теперь учусь уже в гимназии. История появления Насти Сидорух в гимназии начинается практически так же, как и у ее одноклассников. Девочка всегда стремилась к знаниям, стараясь впитать как можно больше. Расширить образовательный горизонт и призвана большая и очень уютная пятая Брестская гимназия. Уверена талантливая пятиклассница. Пройдя вступительные экзамены и серьезный конкурсный отбор, она, как и семь десятков ее сверстников, пополнила ряды учащихся учреждений образования. И вот в присутствии своих товарищей, родителей и учителей, они торжественно дали клятву гимназиста, тем самым дав обещание приложить все силы, чтобы показать достойные результаты в творческой жизни и учебной деятельности пятой гимназии. Такой торжественный прием гимназисты очень положительно сказывается на детях. Они чувствуют всю торжественность момента, потом это надолго остается в памяти детей. Они проносят все это через свою жизнь до 11 класса и стараются с гордостью нести достойное звание гимназиста, учиться хорошо и красиво себя вести. За последние несколько лет церемония посвящения уже успела стать доброй и в то же время красивой традицией. Ведь быть гимназистами – это особое звание, особая честь и гордость. Это также большие надежды и ответственность. Каждый раз сотрудники областного краеведческого музея стараются сделать этот момент по-особенному торжественным и необычным. Однако неизменным сюрпризом остается посещение музея в компании научного сотрудника. В этом году мы детям подробнее на экскурсии уже после торжества расскажем о Николае Радивилле-Черном, о брестской типографии, которую он открыл. 500 лет со дня рождения, ведь мы вспоминаем его по этому поводу. Каждый раз не просто праздник порадоваться, но и что-то новое узнать. Ну и обстановка сама такая, как бы немножко для них новая. Хотя и не бывает в музее, но здесь у них все равно торжество, праздник. Они дают обещания, клянутся, учиться хорошо. Такая у нас традиция. Уже теперь можно говорить традиция.